Друзья, приветствую вас. Это «Аргумент», проект, который мы делаем для YouTube-канала «Униан». Подписывайтесь, ставьте лайки. А прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Михаил Михайлович Подоляк. Михаил Михайлович, спасибо большое, что нашли время. Рад вас видеть. Да, здравствуйте, здравствуйте. Михаил Михайлович, хочу начать с той самой страшной ракетной атаки, которая была накануне в Украине. Более 120 ракет, 100 дронов. И вот выскажу свое личное мнение. Есть такое ощущение, что, возможно, даже российская пропаганда, российское ИПСО такое появляется относительно того, что это ракетно-дроновая комбинированная атака. Это как бы следствие того, что Путин вышел якобы из какого-то мифического договора с Украиной относительно того, что Россия перестает бить по украинской энергетике. Ну а курская операция вооруженных сил Украины заставила Путина в одностороннем порядке этот мифический договор разорвать. Мне бы хотелось ваше мнение услышать относительно вот этого тезиса, который сейчас в разных соцсетях, пабликах можно слышать, и все-таки понять, чего же добивается Путин этими ракетными обстрелами. Как по мне, тут ничего нового нет. Мы это все уже проходили. А какое ваше мнение, Михаил Михайлович? Когда ты ничтожен, ты всегда пытаешься доказать, что ты чего-то стоишь. Это все, что касается российской пропаганды. Они ничтожны. Они омерзительны, ничтожны, никчемны и лицемерны. Нету никаких и не может быть никаких договоренностей с Путиным. Это очевидно. Это настолько нелепо. То есть субъект зашел в нашу страну для того, чтобы ее уничтожить. Все остальное — это один большой миф, который продолжают верить, остаточно верить еще представители части западных политических элит. Любой договор, подписанный с Россией, — это подготовка к следующему этапу войны. Не более, но и не менее того. Российская Федерация не может существовать вне войны как таковой. И сейчас она просто окончательно отбросила все маскировки, маски и так далее, и ведет себя так, как это присуще русскому миру. То есть конкретно берем ракеты, имеем возможность, считаем, что мы за это наказано не будем, убиваем гражданское население другой страны. Все, точка. Здесь нет никаких военных дополнительных целей. То есть, грубо говоря, вот эти стратегические атаки, есть тактические атаки по линии фронта, там, где используются авиационные бомбы, там, где используется артиллерия, система РСЗО, баллистика даже. Здесь есть военные цели, в любом случае, имеется в виду, присутствуют какие-то планы стратегические военные, тактические, оперативно-тактические военные. Все, что касается ударов стратегической авиации по территории Украины, 120, как вы говорите, плюс 100 дронов, 120 ракет плюс 100 дронов разных форматов, это исключительно война против гражданского населения. Это прямое или косвенное геноцидные практики, которые должны дать тот результат, на который рассчитывает Путин. На какой результат он рассчитывает? Он эту войну начал только ради того, чтобы нас безнаказанно убивать, именно гражданское население, и разрушать. Поэтому, конечно же, нет никаких договоренностей, я подытожу. И быть таких договоренностей не может. И более того, даже если вы заключены, допустим, что вы инфантильные, я прошу прощения, да, и там не понимаете того, что делает Россия здесь после двух с половиной лет войны, и заключаете какие-то договоренности с Россией, она все равно будет наносить удары по вашей энергетике, и вас же будет обвинять в том, что вы что-то там где-то провоцируете и так далее, и не придерживайтесь каких-то договоренностей. Российскую Федерацию можно только напугать, принудить и заставить. Заставить только силой. Остальное не работает. Сила — это и военные операции, такая Кавкурской области, она реально шокирует Российскую Федерацию в полном широком смысле этого слова. Это и экономика, то есть когда они все больше и больше лишаются возможности зарабатывать на внешних рынках. И для меня как раз-таки омерзительным сегодня выглядит то, что многие европейские компании продолжают, как ни в чем не бывало, работать на российском рынке, несмотря на два с половиной года войны. Кроме того, мы видим с вами комплектующие, которые входят в эти же ракеты, они имеют маркировку европейских и американских стран. Вот это вызывает вопросы. Ну и, наконец, третье. Эта война, еще раз, она закончится поражением одной из сторон. Это либо антипутинской коалиции, антироссийской коалиции, куда входит 50 плюс стран, включая, ну, вокруг Украины объединившихся, либо выиграет триуверат, в которые открыто входит Россия, Северная Корея и Иран. То есть все подсанкционные страны, которые разрушительно относятся к международному праву, и, соответственно, здесь никаких компромиссов, договоренностей, переноса войны на следующие этапы быть не может. Вот поэтому ракетные атаки России – это способ подавления Украины, это способ максимально жестокого убийства гражданского населения, и это способ опосредованного влияния на психологию гражданского населения через разрушение энергетики, чтобы этой энергетики не было, и люди в 21 веке жили без элементарных условий существования. Михаил Михайлович, если говорить о Курской области, операции вооруженных сил Украины в Курской области, вы уже об этом начали вести речь. Вот сейчас есть такое ощущение, что Кремль, да, передислоцирует войска из Хрыма, Херсонской области, Запорожской области, но как-то делает это неохотно. То есть мы в очередной раз видим, что даже защищать свои земли Путин особо не горит, но для него важна главная оккупация украинских земель. Мы сделаем ремарку, что Украина никого не завоевывает, Украина защищает себя этим наступлением в Курской области. Но как вы считаете, дойдет ли ситуация до того момента, когда просто вынуждена будет кремлевская руководство перебрасывать войска с других направлений? На мой взгляд, оправдываться в отношении Курской операции нецелесообразно, мягко говоря, потому что Украина действует строго сообразно международному праву, строго сообразно правилам ведения войны и четкой регламентацией ст. 51 Устава ООН, которая гласит, что страна, ведущая оборонительную войну, имеет полное право атаковать территорию страны-агрессора для разрушения инфраструктуры войны. Поэтому Украина делает все, опять же, абсолютно законно. Это совершенно правильно, то, что делает Украина. И, соответственно, смотрите, Российская Федерация использует свои приграничные области для того, чтобы размещать там большое количество артиллерии, РСЗО, баллистики для безнаказанной атаки. Потому что Россия считала, что никто не будет это все разрушать, всю эту инфраструктуру войны на ее территории. Безнаказанно атаковать наши приграничные области с глубиной поражения 70 километров. Опять же, атаки идут только на гражданское население. Плюс Курская область, Плацдармина, использовалась для того, чтобы оттуда массово заходили ДРГ на территорию, опять же, Украины с мародерской целью, они заходили, кошмарили гражданское население, убивали его, грабили и так далее. Ну и, конечно же, Курская область могла использоваться для подготовки наступательных операций локального характера для атаки, опять же, на ту же Черниговскую, Сумскую или Север-Харьковской области. Вот в рамках работы, в рамках необходимой работы в поле международного права, конечно, Украина все это делает абсолютно справедливо. И поэтому, на мой взгляд, наоборот, нужно расширять возможности нанесения ударов в глубину Российской Федерации, уничтожая эту инфраструктуру войны, и в то же время расширять перечень сухопутных операций. И тут я теперь перехожу к тому, какое будут они иметь, в том числе и военное значение. Давайте объективно, опять же, об этом, конечно же, лучше будут говорить военные, но, тем не менее, безусловно, война такого масштаба, она потребует от России в любом случае передислокации своих вооруженных оккупационных группировок, которые находятся по линии фронта. Линия фронта очень большая. Россия воюет, концентрируя на определенном узком направлении, на определенном узком участке фронта, большое количество живой силы и техники. Сейчас мы это видим на Донецком направлении. Безусловно, они перед собой ставят определенные цели. Эти цели имеют пропагандистское значение, большое, и огромное для них пропагандистское значение. И они поэтому не хотят очень оперативно передислоцироваться для того, чтобы организовать надлежащую защиту Курской области. Поэтому используют для защиты в Курской области подразделения солдат срочной службы, специальные подразделения ФСБ, Росгвардии. И частично, вы правы, перебрасывают это с Калининградской области или с южных направлений войны на территории Украины. И, соответственно, но в какой-то момент для России будет важно, опять же, если они хотят закрывать те дыры, которые образуются на их территории, для них будет важно перекидывать боеспособные части, которые находятся сегодня все на Донецком, практически все на Донецком и Запорожском направлениях. Это, в принципе, обязаны они будут сделать. Но, опять же, переходим к тому отношению Путина. У Путина IDFIX. IDFIX называется «Уничтожение Украины», «Захват территорий», «Вырезание гражданского населения» и, соответственно, «Оккупация». Для него в его голове не укладывается, в эту IDFIX не укладывается защита, необходимость защиты собственного населения, собственных граждан или собственной территории. Это не укладывается. Поэтому они пока еще инерционно, во-первых, игнорируют информацию, во-вторых, не принимают никаких фундаментально важных решений о передислокации тех или иных боеспособных частей. И третье – не организовывают надлежащим образом оборону собственной территории и не могут это сделать, потому что ресурса действительно в России недостаточно. Но, смотрите, еще раз. Вот все, что происходит по линии фронта. Вы не можете только воевать на одном направлении, которое обозначает оппонент, то есть враг. Вы не можете реагировать только на то, что делает враг. Условно говоря, тогда инициатива полностью принадлежит Российской Федерации, они доминируют по линии фронта. Фронт будет заходить в стагнацию, опять же, на условиях России. И, соответственно, они будут давить за счет количественного преимущества, давить на том или ином участке, выгрызая километр-два нашей территории. И, соответственно, это будет пессимизировать внутреннее настроение в Украине, это будет пессимизировать настроение среди наших партнеров. И мы будем с вами слышать вот эти нелепые заявления о том, что давайте мы там что-то как-то останавливаться, что-то дадим Путину, и он сразу успокоится. Кстати, здесь сразу ремарку сделаю. Опять же, я не совсем понимаю, люди же взрослые иногда бывают. Ну, то есть они как-то взрослеют, они проходят определенное обучение, они как-то живут, общаются и так далее. Вот я никак не могу понять, откуда в этих людях формируется такая точка зрения. Смотрите, заходит убийца, масштабно нарушает все правила, вами прописанные, я имею в виду странами Запада, нарушает международное право, режет людей, убивает безнаказанно. После этого ему нравится это делать, ему очень нравится убивать, захватывать, депортировать. И, соответственно, ненавидит он Украину, и все это реализует, свои вот эти комплексы ненависти реализуют на территории. И вы тут ему почему-то опосредованно предлагаете, смотри, дружок, а давай ты вот эту территорию, которую ты там уже полностью разрушил, ты там беспредельничаешь, ты там все, что можно, творишь, просто мы это видим в прямом эфире. Ты там вырезаешь просто в прямом смысле слова людей. А давай мы тебе эту территорию подарим, потому что когда-то потом, наверное, она вернется там, добровольно вернется в состав Украины. Но давай мы сейчас это тебе отдадим, мы тебя не будем наказывать за эти преступления, мы закроем глаза на то, что ты там творишь, и, соответственно, ну ты дальше не иди. И он такой, знаете, он любит это все делать, он наслаждается, он потратил столько ресурсов, чтобы пройти, обнулил свою репутацию и такой говорит, ух ты, точно, как же я? Я вот здесь останусь, и дальше я не пойду. При том, что я могу существовать только в состоянии войны, мы об этом начинали говорить, только в состоянии войны, то есть Россия может существовать только в состоянии войны, и без войны она будет иметь там резкое гниение внутреннего процесса. То есть будут социальные кризисы, социальные конфликты, нарастающие с очень геометрической прогрессией и так далее. Вот я просто хочу понять, откуда вот этот инфантилизм у современных людей, то есть поверить в то, что убийца может остановиться, будучи ненаказанным за те манифестные преступления, которые он совершает на территории Украины. Но вернемся коротко к линии фронту. Действительно, мы видим совершенно уникальную ситуацию, когда страна истерически пытается захватить еще километр-два территории другой страны и совершенно не заботится об защите собственной территории. Это нелепо. Но это Российская Федерация, это и есть проявление русского мира. Второе. Мы видим тип войны, который они ведут на территории Курской области. Это точно такая же война с геноцидными практиками, как и на территории Украины. То есть они атакуют гражданское население авиационными бомбами, тяжелой артиллерии, а не мародерят. Там, кстати, очень много примеров того, что в тех населенных пунктах, где еще остается Россия, я имею в виду в Курской области, соответственно, вооруженные силы Российской Федерации активно мародерят местное население. То есть это и есть практика, опять же, русского мира. То есть ввести такого типа войну именно такими инструментами и таким способом. Ну и, наконец, третье. Вот все, что касается нелепости Путина, его неумения управлять, его стратегических глупостей, то есть совершенно отсутствие менеджерских навыков, вот все это в Курской области проявилось в наилучшем виде. Вот это вот качество современной жизни в России, качество современного управления в России крайне ничтожное. И Курская область все это проявила. Ну и, наконец, последнее, самое важное, на мой взгляд, это операция в Курской области еще раз доказала, об этом президент Украины неоднократно говорил, отсутствие всяких мифических красных линий. Это то, в чем до сих пор, к сожалению, зыждется вот этот страх европейских и американских наших партнеров в отношении Российской Федерации. Было бы желательно все-таки этот страх оставить где-то в прошлом и вернуться к прагматическому мышлению, которое обозначает следующее. Россия должна проиграть. Россия должна проиграть немедленно. Россия может быть принуждена к миру только силовыми методами. И, соответственно, для этого Украина должна получить все необходимые ресурсы. Михаил Михайлович, а можно ли говорить, что именно то, что необходимость стирания этих самых красных линий, это, по сути, есть одним из главных стимулов, одним из главных вообще, одной из главных целей этой самой Курской операции вооруженных сил Украины? Ведь, по сути, это очень важный момент, на самом деле, о котором вы заговорили. Я бы сказал, что очень много результатов, целей, задач, которые решает Курская операция. Нельзя сказать, вот это одна задача, захват военнопленных для того, чтобы резко ускорить процессы обмена, потому что наши ребята, вы знаете, в каких условиях находятся в российском плену, это кощунственное просто поведение, абсолютное несоответствие конвенциям, абсолютное нежелание придерживаться этих конвенций, там просто истязания, пытки. Вы знаете, да, есть доклад мониторинговой миссии ООН, ООН, подчеркиваю, это та организация, которая делает вид, что она не видит воин, да, как таковых. Ну, это пиар-группа, где можно хорошо деньги зарабатывать, ничего не делает. Ну, такие институции тоже полезны. Человечество любит ничего не делать, и, соответственно, постепенно погружаться в какой-то хаос. Но, тем не менее, мониторинговая миссия ООН заявила о том, что 95% военнопленных Украины, еще раз подчеркиваю, 95% военнопленных с первого же дня попадания в плен подвергаются жесточайшим пыткам, ну, истязаниям и так далее. Вот их доставать нужно. Это тоже цель, гуманитарная цель, которую ставит перед собой Украина. Гуманитарная цель – это защита собственного гражданского населения. Но если наши партнеры все еще мнутся, а можно ли, вот, пользуясь международным правом, атаковать территорию России, уничтожая, например, те же средства, огневые средства, которые Россия использует для убийства гражданского населения в Сумской области, наши партнеры думают, ну, наверное, нельзя, а может, можно, мы не понимаем, потому что это же вы там живете в состоянии войны, а мы же можем еще несколько месяцев об этом рассуждать, может быть, несколько панелей проведем, саммитов проведем, пообсуждаем. Так вот, защита, гуманитарный аспект защиты гражданского населения, он тоже решен. Перерезание коммуникаций, транспортных, логистики – эта задача также решается. Перенос войны на территорию России – одна из чрезвычайно важных задач, потому что она шокирующе повлияла и на российскую федеральную пропаганду, и, собственно, на общество. Да, я понимаю, что чем дальше ты от Курской области, тем менее ты заботишься, что там происходит. Россия вообще уникальная страна, то есть их мало интересуют проблемы соседей, да, то есть они, ну, такие, абсолютно оторванные от такой социализации, что ли, да, то есть эта страна омерзительная во всех смыслах этого слова, и, соответственно, конечно же, в какой-нибудь Орловской области или там в какой-нибудь Тюменской области, ну, мало интересно, что происходит в Курске, но, тем не менее, разговоры идут уже. Это разговоры какие? Это сарафанное радио. Люди говорят о том, что, смотрите, ну, нам там обещали очень крутую войну, когда мы там за несколько дней будем захватывать самые крупные города европейской страны, Украины, включая Киев, Львов, там, Одессу и так далее. А на самом деле сейчас война идет на территории России. Это совершенно меняет восприятие, да. То есть все вот эти мифы, на которых, опять же, построена нищая страна, но которая очень воинственная, агрессивная, а Россия нищая страна, но очень агрессивная всегда, эти мифы все обваливаются, то есть их никто не боится. Ну, то есть с ними можно успешно воевать, им можно противостоять, ничего они захватывать не будут. Они могут захватывать только если слишком коррумпирована политическая элита, то есть страны, куда они приходят. Соответственно, Украина показала, что она умеет противостоять. Более того, одна из задач Украины в Российской Федерации состояла в том, чтобы обнулить, остаточно обнулить все эти репутации Путина, как эффективного менеджера, сейчас сарказмом говорю, элиты с точки зрения, что они умеют быстро принимать решения в кризисных ситуациях. Те же красные линии, вы абсолютно правы, опять же, обнулено все это. Ну, то есть этого нет. И, соответственно, все те мифы, которые заставляли, вот смотрите, здесь очень важно это понять, к сожалению, еще что-то работает, вот это негативно. Вот все те мифы, в которые российская пропаганда очень долго вкладывалась, и российское государство долго вкладывалось, то есть они вкладывались в то, чтобы создать образ такого монстра, страны, которая иногда может нарушать правила, на это нужно закрывать глаза, да, и западные элиты на это шли, они закрывали глаза на то, что Россия слишком коррумпирована, что Россия периодически начинает войны, что Россия ведет эти войны с геноцидным компонентом обязательно для того, чтобы унизить ту нацию или тот народ или тех граждан суверенной страны, куда они вторгаются. Я и про Грузию, и про Украину говорю, и про Сирию. Что Россия абсолютно не придерживается никаких договоренностей, что Россия совершенно равнодушно относится к международным правилам, да, и, соответственно, все это было построено, что у России очень мощная армия и очень мощные там спецподразделения, и все это в считанные там дни может разорвать любую страну, любые альянсы и так далее. И Россия прощали многие нарушения, и Россия пользовалась этим. Она очень агрессивную внешнюю политику проводила, она очень нагло вела переговоры, она очень оскорбительно обращалась с лидерами других стран. Она и сейчас это делает, но сейчас это выглядит, конечно, нелепо, когда какой-нибудь Лавров уходит там и кому-то угрожает. Ну, знаете, существо, которое является министром иностранных дел, но выполняет функцию пропагандиста, и, соответственно, оскорбительно выражается от других лидеров других стран. Но это четко подчеркивает, что Российской Федерации слишком много позволяли. Вот сейчас вся эта эпоха заканчивается, но, к сожалению, еще есть остаточный вот этот страх. И даже Курская операция, вот смотрите, два с половиной года сопротивления эффективного, уничтожение большого количества живой силы и техники России, обнуление российского ВПК, вот и Курская операция, перенос войны на территорию Российской России не позволили окончательно избавить наших партнеров от этих стереотипов, мифов и так далее. Это не значит, что они не избавятся от них. Мы же с вами видим, что сейчас совершенно по-другому все модерируется в этой войне. И решение принимается, и оружие передается, и жесткая риторика слышна, и отказ от каких-то либо там договоренностей с Россией очевидны. Я надеюсь, что это просто будет до конца, то есть потому что, и тут я подытожу, Российская Федерация, Катулский мир, признают только силу и страх. Все остальное нелепо использовать в отношении России. Россия на самом деле признает и понимает только силу и страх. Тут вы очень четко сказали. Вы знаете, готовясь к общению с вами, прочитал несколько материалов, в том числе и западной прессы, и наши военные эксперты об этом говорят, заявляют, что возможно операция вооруженных сил Украины в Курской области. Это отвлекающий маневр. Дальше будет силовым путем освобождения украинского временно оккупированного Крыма. Я прекрасно понимаю, что во время войны всех карт раскрывать нельзя, и так далее. Вопрос в другом. Вот поставлю вопрос так. Сейчас, по состоянию на конец августа 2024 года, у Украины есть четкий план освобождения нашего Крыма? У Украины есть много четких планов. Эти планы, давайте будем объективны, эти планы, сценарии, потому что война — это нелинейное событие, все время нужно относить коррективы, но эти планы зависят от многих факторов. И я еще раз буду настаивать на том, что есть объективные предпосылки для успешности, есть объективные предпосылки для успешности реализации того или иного плана или сценария. Объективные — это, естественно, четкое понимание ресурсных возможностей своих, ресурсных возможностей оппонента. Ну и, кроме того, скорость поставок той техники, о которой мы с нашими партнерами договоримся, к сожалению, она не всегда своевременно приходит, то есть даже есть договоренности, они выполняются с опозданием, замедлением, и это, конечно же, влияет на реализацию тех или иных сценариев. Есть субъективные факторы, это зависит от качества принятия тех или иных решений, скорости принятия решений. Опять же, это касается и наших решений, и решений партнеров и так далее. Но есть еще одно очень важное, то есть это готовность все-таки довести эту войну до справедливого финала. И теперь переходим к главному. Смотрите, не обязательно же освобождать всю территорию именно военным путем. Вот смотрите, Курская операция, еще какие-то операции, еще где-то линия фронта прорвана, где-то обвал произошел на линии фронта, где-то паническое бегство россиян произошло, и, соответственно, дальше необратимые процессы очень быстро ускоряются. Вот необратимость этой войны в том, что Российская Федерация в любом случае проиграет. Она может проиграть большой кровью, может проиграть чуть меньшей кровью, но она в любом случае это проиграет. То есть это может занимать больше времени, меньше времени. Это зависит, опять же, от ресурсных возможностей сторон. Но, к сожалению, Россия получает свои возможности в той же Северной Корее. В то же время Украина все время вынуждена говорить достаточно стандартные фразы. Смотрите, вот 120 ракет, то, с чего мы с вами начинали, 120 ракет, их можно остановить тремя механизмами. Очень просто. Мы об этом уже более полутора лет говорим. Первое — это донасыщение систем противоракетной обороны, системами противоракетной обороны Украины и самими противоракетами. И такие системы в большом количестве есть и на складах у стран-партнеров. Я не совсем понимаю, зачем они их на складах хранят. Оно, конечно, эффективно использует на складах технику, но она через лет 5-7 устаревает, ее нужно апгрейдить, они это будут делать, и, соответственно, эта техника пойдет в никуда. Сейчас она может быть эффективной на поле боя против России, потому что, еще раз, даже устаревшие системы Петрио позапрошлых поколений, они крайне эффективны против российских ракет. Второе решение — это совместная защита воздушного суверенного пространства Украины. Опять же, на Ближнем Востоке это используется технология. Здесь, если вы есть членами коалиции проукраинской, клуба «Рамштайн», то очень странно, что вы не хотите помогать защищать, опять же, еще раз подчеркиваю, юридически это суверенное пространство Украины, факт агрессии признан всеми странами, и резолюция ООН есть, соответствующее, соответствующее, все действия России здесь незаконны, все ракеты здесь незаконны, их можно уничтожать, мягко говоря. И, соответственно, обращение Украины к странам-партнерам, у которых есть достаточно техники, авиационного компонента, по крайней мере, они могут эффективно сбивать это над западными областями Украины или над западноцентральными областями Украины, что позволит, опять же, перераспределить ресурсность системы противоракетной обороны самой Украины, ну то есть ее перенаправить на другие активные территории. Это второй инструмент. И, наконец, третий, это резкое наращивание дальнобойных возможностей Украины для нанесения ударов по территории Российской Федерации. То есть, опять же, ну, есть понимание того, что нужно делать со стратегической авиацией. Разбили несколько тушек, да, и, соответственно, у России резко выпадает из использования один из главных компонентов ведения этой войны, это удары из стратегической авиации, использование стратегической авиации для ударов по гражданскому населению, по критической инфраструктуре. Ход войны меняется. Вот смотрите, вот эти все факторы, здесь прорыв, здесь курсская операция, здесь уничтожение, резкое наращивание и систематизация ударов по территории России. И это все в какой-то момент приведет к тому, что в самой России начнутся другие процессы. То есть, необратимость того, что люди начнут убегать с поля боя, люди начнут пытаться на местном уровне атаковать органы власти и так далее, вот это приведет к обвальным процессам в этой войне. Экономика тоже, санкции тоже, то есть есть очень много. И, наконец, когда страны, которые сегодня зарабатывают на спекулятивном российском рынке достаточно много, потому что Россия вынуждена там демпинговать, вынуждена покупать в три дорого и так далее, если эти страны немножко отойдут в сторону, будут понимая, что в среднесрочной перспективе коммуникация с Россией это большие риски, чреватые, наоборот, потерями. Вот это все вместе, оно приведет к тому, что мы будем видеть совершенно другую картину и по линии фронта. Вот смотрите, это точно так же, как курская операция. Но кто месяц назад мог предположить, что мы будем говорить сегодня о войне на территории России не просто там... Конечно, сто процентов. А о том, что это будет очень разрушительно для России. Да, действительно так. Михаил Михайлович, напоследок не могу не задать вам еще один вопрос. Это, знаете, я хочу обсудить с вами визит Путина в Чечню. Опять-таки, это особо интересно в канун нашей операции в Курской области. Так называемый преемник Кадырова Лаудинов во время Курской операции в своих фантазиях больше десяти раз останавливал продвижение вооруженных сил Украины. Но это еще раз только фантазии. Многие писают, в том числе и так называемые Z-паблики, о том, что кадыровцы, мягко говоря, не очень героически себя проявили в Курской операции в контексте того, чтобы останавливать вооруженные силы Украины. Но при этом Путин летит в Чечню, где целует Коран и любуется сыном Кадырова. Как вы вообще оцениваете этот визит в канун того, что происходит в Курской области и как там себя проявляют те самые кадыровцы, которые стали в очередной раз уже притчей воязвиться? Ну, давайте начнем с того, что Лаудинов не является преемником Кадырова и не является субъектом. Так называемый. Достаточно комичный персонаж и никакой ценности он не представляет, поэтому он используется в качестве такого примитивного пропагандиста, как там, например, тот же Медведев. Это определенная категория российских чиновников разного уровня, которые выглядят клоунски, выглядят немножко по-идиотски и их, соответственно, юзает пропаганда. Пропаганда российская, она все более примитивная, поэтому они любят вот такие крикливые заявления, абсолютно несоответствующие действительности. Поэтому я бы его сразу в сторону отвел. А вот что касается визита Путина в Чечню, то это четкое свидетельство его страха, нарастающего страха, его панического состояния. Он чувствует себя крайне неуверенно, безусловно. Он понимает, что элиты косо на него смотрят. Ну, классические элиты. Не все, конечно, в окружении косо смотрят, но тем не менее. Вот это главный параметр. То чем больше будут нарастать личные потери для представителей путинского окружения, тем, конечно же, все более и более неуверенным будет себя чувствовать Путин. Визит его в Чечню как раз-таки это попытка заручиться поддержкой конкретных субъектов, которые могут беспредельничать. Я имею в виду, они могут беспредельничать не в войне, а именно в Москве. Ну, то есть они могут вести себя максимально хамски, максимально жестко атаковать любые представители любых там уровней элиты российской, в том числе и окружения Путина. И Путин таким образом хотел показать, смотрите, элита, вот у меня своя личная гвардия, вот у меня есть охрана, вот у меня есть Кадыров, вот они, если что, по крайней мере, точно с вами они разберутся. Насчет войны вряд ли, а вот с вами они разберутся. И поэтому это такое, знаете, подвешенное состояние для элит. Путин пытается создать вот такую иллюзию, лучше не протестовать, лучше не думать о каких-то заговорах, лучше не думать о том, что можно из этой войны все-таки выйти, но для этого придется разменять Путина на что-то. Ну, то есть, соответственно, вот эта попытка, опять же, убежать от своего страха. Еще раз, Путин, он очень, я, честно говоря, опять же, удивлен, что до сих пор мало кто профайлировал Путина, особенно в западных элитах. Все, что происходит вокруг, это не человек, который умеет быстро принимать решения, это не человек, который имеет такой антикризисный тип характера, да, он, наоборот, очень быстро впадает в панику, очень трусливый, и, соответственно, конечно же, это явно сейчас прослеживает. То есть, он пытается держаться, но пытается держаться выиская вот такие способы доказать всем, что у него есть еще порох в пороховницах и что он будет этим пользоваться. И вот в этой связи, конечно же, визит в Чечню, это такое унижение для остальной России, потому что он видит свою защиту только там. Да, действительно так. Михаил Михайлович, спасибо вам большое за эту беседу, что нашли время. Очень рад был с вами пообщаться в очередной раз. Михаил Подоляк присоединялся к нашему эфиру. Это YouTube проект «Аргумент», который мы вместе с коллегами делаем для YouTube-канала «Униан». Михаил Михайлович, спасибо большое и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!